Продолжение следует... Снять надо. Трубки снимите. Юрий Михайлович, пожалуйста, вам слово. Да. Значит, телевидение, на котором я начинал работать, на Шабловке, в том небольшом павильоне, который, в общем-то, и был родоначальником, наверное, нашего телевидения. Вот тогда не снимались картины крупно-такие, габаритные, будем говорить так, а снимались небольшие. Но я помню с удовольствием эти маленькие павильончики и обслуживающий персонал. Там очень удобно было работать, он мне всегда напоминал театр. Вот как в театре. Люди знали друг друга, чай спокойно можно было пить в коридорчике. На съемку тебя приглашали, и ты оставлял в коридорчике все свои атрибуты и все, что возможно было. Домашняя обстановка, она располагает всегда к откровенности. И я думаю, что те работы, которые делались тогда, ну вот я свою первую работу могу даже вспомнить, это рассказ Пантелеева «Пакет». Снимал Марк Орлов. Потом еще я у него снимался в нескольких таких вот рассказов. Рассказов. Я вспомнил Льва Толстого. Снимали Толстого, тоже рассказ. Ах, там у меня вылетело из головы. Но, может быть, я походу еще и вспомню. Тоже помню его, тоже там же снимался. Но вообще, вообще, я как актер, наверное, и не только как актер и режиссер, я, в общем-то, конечно, обязан тому телевидению, которое у нас было в начале. Потому что всегда всю жизнь нужно начинать с какого-то начала. Вот в начале у меня был, конечно, театр. Было поступление в театральное училище Мещепки на Прималом театре. Учеба там 4 года. У замечательного педагога и актрисы Веры Николаевны Пашенной. Я заканчивал ее курс предпоследний, где она преподавала. Затем Малый театр. В 1957 году, когда я закончил театральную школу, я был приглашен вот в этот самый кабинет, в котором тогда находился Михаил Иванович Царев, который был и педагогом в нашем училище. Он преподавал художественное слово. И был тогда директором. Практически он был художественный руководитель Малого театра. Поэтому я этот кабинет помню почти 50 лет. Да не почти, наверное, 50 лет, которые я прослужил в Малом театре. Я здесь начал работать со второго курса, со спектакля «Иван Грозный». У меня сохранилась программка, где в числе вдающих, там и Масолитинова тогда играла и Пашена, играла Ковров, играла Ивана Грозного. Вообще очень сильный был состав. И несколько студентов играли, ну, будем говорить так, эпизодические роли. У меня было несколько реплик, когда я из толпы кричал «Мы кожевеники от Мясницких ворот», кричал я. И в программке печатал студент второго курса такой-то. Это, конечно, очень знаменательно было. Поэтому это вот моя была первая любовь театральная. И, собственно, она так и осталась. Я в этом театре, думаю, что доживу до конца своей жизни. И тогда было телевидение. Как-то так случилось, что когда я учился, и потом, когда я уже начал работать в театре, ко мне как-то кинематограф, в общем, так относился хладнокровно, холодно, я бы сказал так, до 59-го года. Я даже про себя как-то думал, что, может быть, что-то у меня какой-то дефект есть, что меня не приглашают. Просто не приглашали даже. А потом вот какие-то небольшие роли, хотя роли были, в общем-то, большие, допустим, но это небольшие вот рассказы, о которым я сказал. Пакет Пантелеевский. Еще были небольшие вот такие, там, по Джеку Лондону снимали, вот, Толстого рассказы. Точно так же, как записывались на радио и в массовках, и в небольших каких-то передачах, и в небольших ролях. Но это была та школа, без которой, в общем-то, наверное, не может ни один артист существовать. Это была школа, потому что там была возможность встречаться, во-первых, со многими актерами того времени. Если не участвовать вместе с ними в одной передаче на телевидении, то, во всяком случае, видеть, как это делается, потому что из одного павильона в другой можно было свободно зайти и посмотреть, там, как работает тот же Пляд, Морецкая, Раневская, Грибов. Ну, и так сейчас можно перечислять всех самых-самых крупных знаменитостей. И вот, как бы, с этого все началось. А потом попало и первое приглашение в кино в 59-м году. И Сидор Маркчанинский был такой знаменитый режиссер, старый, который вот снимал старые фильмы по Чехову. Предложение, свадьба. Потом Анна на шее, вот один из известнейших крупных таких фильмов. И пошли небольшие такие работы. И если расценивать, ну, там была, вот я у него сыграл в фильме «Бессонная ночь», это была, в общем, центральная роль. Сразу же попал на центральную роль. А потом, когда я через много лет встретился с ним, уже будучи номинантом на премию на Московском фестивале международном с фильмом «Дырсу Узала», тогда меня попросили сняться вот в документальном там таком фильме об этом фестивале. И вас просят, говорит, режиссер Анинский. Он снимает его. Он снимал уже документальный фильм. И, конечно, я пошел к нему. Мне было интересно, во-первых, с ним встретиться через там 30 лет. И, конечно, хотелось мне узнать, вот каким образом я попал вообще в кинематограф. Оказывается, попал очень просто. Он был в дружбе с Верной Николаевной Пашиной. И когда он запускал этот фильм, зная, что она преподает, он ее спросил. Верна Николаевна, вот мне нужно одного молодого артиста. И объяснил, на какую роль. Она подумала и сказала, ну вот у меня два года назад закончил такой Соломин. Попробуйте, я думаю, что он вам подойдет. И он позвонил мне. И я буквально через неделю уже начал сниматься. Вот так вот я не могу не вспоминать о своих учителях и о первом человеке, который, в общем, как бы меня двинул в кинематографе. Вот. А потом, вы знаете, наверное, все-таки лучшие мои работы, я так оцениваю сам, хотя в кино тоже есть, но все-таки самые лучшие мои работы были сделаны на телевидении. На телевидении. Конечно, самое крупное это, то есть, самое крупное в то время, это был 69-й год, когда Ташков, Евгений Иванович, начал пробы и подготовку в фильме «Адъютант его превосходительства». И вот тогда он, это был, в общем, телевизионный фильм, пятисерийный, но тогда пятисерийный фильм, это была фантастика, таких фильмов тогда не снимали. Это сейчас, говорится, телевизионный фильм, но, во всяком случае, да, он был специально сделан по заказу телевидения, но снимался он и на Мосфильме, и на Натуре, и, в общем-то, раньше, раньше телевизионные фильмы, когда меня спрашивали, какая разница между телевизионным фильмом и на большом экране, я не мог ответить, разницы не было никакой. Те же камеры, та же пленка, те же артисты, те же режиссеры, монтажеры и так далее, натура, ну, в общем, все было так, как есть. Поэтому для меня на сегодняшний день, когда говорят, вот, многосерийный телевизионный фильм, который снимается там за две недели, я как-то к этому подозрительно отношусь и не могу себе представить, наверное, я бы и не смог. Но, во всяком случае, телевидение сегодняшнее, в общем, мировое телевидение, и наше тоже телевидение, оно подошло к некоторым стандартам таким, и телевизионным тоже стандартам. Плохо это или хорошо, наверное, зависит от, безусловно, сценария, и, безусловно, режиссера, и той команды, которая работает. И маленькой камерой, телевизионной камерой. Пожалуйста. Вот, поэтому, как бы мне не доводилось еще сниматься на телевидении в таких вот фильмах, там есть и свои достоинства, есть и свои минусы, безусловно. Ну, это во всем мире так. И поскольку мы не отстаем от Европы, то мы тоже производим такие фильмы. Нужны они или нет? Наверное, нужны для какой-то категории, зрителей, безусловно. Безусловно, они нужны. Но мне бы хотелось, просто если как пожелание говорить, все-таки, чтобы там побольше работало профессионалов. Потому что, ну, может быть, потому что я уже, у меня глаз наметан. Но иногда смотришь и уже следишь не за событиями и не за тем, как актеры работают. Обычно смотришь, как они работают, твои коллеги. А начинаешь думать, что откуда снимали, как, что и почему. Можно было это сделать так, почему монтаж такой. Ну, это уже чисто уже профессиональные какие-то вещи, накопленные за эти годы. Так вот, адъютант его превосходительства. Мне была предложена поначалу роль, которую я, в общем, так и не сыграл. Кто помнит фильм, тот вспомнит там такого одного белогвардейского офицера с такими садистскими качествами, я бы сказал так. И вот на эту, значит, очень плохую роль, в смысле характера человеческого, но очень хорошую, как характера актерского, меня и пригласил Евгений Иванович Ташков, заметив меня, увидев меня в фильме «Сильное духом». Был такой старый фильм. Я там играл одного гестаповца, играл одного немецкого разведчика, фашистского такого. Вот, и он меня, значит, вот решил пригласить на эту роль сразу же. И когда я с ним разговаривал, в общем, что-то он так приглядывался, в общем, присматривался. А потом мне говорит, знаешь что, давай попробуемся на Кольцова. Я даже и не был готов, по-моему, к такому разговору. Я говорю, ну, Евгений Иванович, в общем, как бы давайте попробуемся, но та роль, чтобы за мной оставалась, если меня не утвердят, то пусть она будет за мной. Он говорит, хорошо. И я попробовался. А потом через дня три, по-моему, он мне позвонил и сказал, знаешь, что там вот брак пленки, надо еще попробоваться. Я попробовался. И второй раз. Потом я узнал, что насчет брака пленки он меня обманул. Меня не утвердили. Не утвердили. И второй раз, когда меня тоже не утвердили, он меня пригласил и говорит, надо добиться. Я говорю, да, Евгений Иванович, я не хочу. Ну, раз меня не утверждают, не видят, художественный совет, ну, что я буду... Нет, я согласен вот на этого. Садиста меня устраивает. Эта роль хорошая, действительно. И он говорит, нет, нет, давай, я тебя прошу. Ну, для меня. Ну, для него я попробовался еще третий, четвертый, пятый, шестой. Шесть раз я пробовался. Я, по-моему, уже со всеми актерами. Разные сцены уже перепробовался. По-моему, уже фильм был снят. Вот. И потом, как я узнал, так я и не был утвержден на эту роль, но художественный совет на упорство режиссера этого, там утверждали еще, не утверждали, вернее, многих актеров, он добился того, чтобы снимались вот мы все, и в том числе и я. Ему сказали, ну, смотри, под твою ответственность. И вот под его ответственность, значит, я и снялся в этом фильме. И это один из первых телевизионных фильмов, я точно боюсь сказать, но, по-моему, первый, который получил государственную премию за 70-й год, по-моему, по телевизионным фильмам. Тогда почему-то телевизионным фильмам государственных премий не давали. Но вот этот был первый фильм, и когда тоже ко мне пришли, брали, значит, какие-то документы, надо было все, я не мог понять, что им от меня нужно, потому что я никогда об этом не думал. И когда снимался, и потом, когда фильм имел успех, успех был, ну, мне неудобно говорить, но бешеный, бешеный. Тогда улицы пустели, когда этот фильм шел, улицы пустели, транспорт не ходил, в футбол не играли и так далее, и так далее, а все смотрели этот фильм. Я помню, он в апреле, пошел в апреле, был солнечный такой день. Я жил тогда в Бескудниково, очень далеко от центра и от Москвы вообще. И вот я, помню, зашел тогда в автобус, как-то до меня не доходило, что меня видело несколько миллионов. До меня этого не доходило. Я, ну, как бы, вот я смотрел дома по телевизору, ну, смотрели знакомые, позвонили, смотрели соседи. Ну, я вот вышел, сел в этот автобус и поехал. Народа было мало, кстати, не то суббота, не то воскресенье было. Но когда я вышел из автобуса, попав в центр Москвы, 167-й автобус, это у Белорусского вокзала он останавливался тогда, по-моему, сейчас тоже, я понял, что я под пристальным взглядом всех людей, которые находились на улице. Вы знаете, я сначала испугался. Ну, как-то я добежал до театра, и вот с этого момента как бы пристальный взгляд, к счастью, наверное, он, в общем, зрительский глаз, он, в общем-то, меня преследует. И плохо это или хорошо. Я никогда не задумывался, плохо это или хорошо. Я знал одно. По-моему, кто-то мне из актеров старших сказал. Это, говорит, входит в твою профессию. И это действительно так. Когда тебя узнают на улице, когда тебя улыбаются, когда тебя раскланиваются, или подходит просто человек и за руку возьмет, и как бы долго трясет ее, или старушка подойдет, ну, тогда старушка. Теперь-то, в общем, я сам старичок. Поэтому, когда погладит как-то. Кстати, и вот теперь тоже. Вот прошел фильм «Московская сага». И по улице, помимо старушек и дедушек, которыми я тоже принадлежу, очень много молодежи подходит и говорят спасибо. Спасибо – это, наверное, самое дорогое. Вообще, самое дорогое для артиста – это улыбка. Даже некритическое какое-то восхваление, потому что в критику я не верил никогда, и сейчас не верю. Все можно купить в критике. А вот в улыбке человека, в глазах человека, который случайно увидел тебя на улице, уже не знал, что ты идешь, и вдруг «Здравствуйте!» И вот, когда я с внучкой иду, теперь она привыкла, потому что ей уже 14 лет, а вот поначалу она всегда смотрела на меня и говорит, «Дедушка, а что они тебя знают? А кто это? Почему ты с ними здороваешь?» Я говорю, «Я не знаю, Саня». Ну просто вот они… Она не могла понять, почему со мной многие здороваются. Ну теперь она поняла. И вот это, наверное, я не знаю, как это говорят теперь, популярность или там, я не знаю что. Вот это вот общение со зрителем, наверное, это самое дорогое. Самое дорогое, что может быть. Как-то, конечно, все после адъютанта началось, безусловно. У меня тогда была дочка маленькая, она, в общем, несколько, там, года 4-5 ей было. И поскольку и жена работала в театре, и она актриса, и я много работал, и жили мы в Бескудниково, поэтому хозяйством приходилось и мне тоже заниматься, и на рынок бегать, и что-то покупать. И вот однажды она мне сказала, «Ты, когда в центре будешь, ты обязательно зайди на центральный рынок и купил помидорчики дочке, такие длинненькие. Ни она не знала, ни я не знал, как они называются, поэтому, когда я вошел, значит, в павильон центрального рынка, я встал в сторонки, чтобы перед глазами не мельчить, как-то так не мельтешить, и вот стал смотреть, думаю, где же это? Длинненькие такие помидорчики. Ну, в общем, я их увидел, быстренько подбежал, надевший кепку, значит, очки темные купил, и быстренько стал уходить. Вдруг слышу топот. Думаю, неужели рассмотрели? Я сам себя от не узнаю уже вроде как бы. Неужели рассмотрели? Две женщины, таких довольно-таки в теле, таких народных, они оказались с Кубани. Вот они меня увидели, они продавали помидоры, и я до них не дошел, потому что я раньше увидел вот эти длинные помидорчики, и они страшно разочаровались, и вот за мной бежали, и несли в пакете, полон пакет помидор, огромных таких, сочных, красивых. Я говорю, да что вы, что вы, я уже купил, я мне, они говорят, ну, пожалуйста, возьмите помидор, ну, у нас нет цветов, возьмите вместо цветов это. И вы знаете, я взял, взял, потому что я не мог, ну, вот, когда они сказали, вместо цветов это, когда я принес домой, жена говорит, ты что это, я же не, я говорю, ну, вот так вот, мне подарили. Как? И ты взял? Я говорю, ну, мне же вместо цветов подарили. И такое потом случалось довольно-таки часто. Иногда бывало и в магазинах, когда и без очереди там, когда были очереди, пропускали, и когда, в общем-то, сказать, что-то такое доставали из-под прилавка, все это в знак того, говорили, что у нас цветов здесь нету, ну, пожалуйста, вот вам. И, наверное, вот я сейчас говорю, это, наверное, самое дорогое, зрительский успех. Звание хорошо, я не отказываюсь. Оно заработано честно, допустим, и всякие звания. Но, во всяком случае, не всегда звание срабатывает. Наверное, самое главное, это имя у человека. Не звание, а имя, которое заработать очень трудно. Вот, чтобы объявляли, я помню, мы были молодые все, и был такой Валерий Носик, артист, замечательный, эпизодический артист. Он играл маленькие-маленькие ролики, играл и в кино, и в театре тоже, но потрясающе это делал. И он был очень популярен, несмотря на то, что центральных ролей он никогда не играл. И вот я помню, мы были, по-моему, где-то в Кузбассе на гастролях, с театром он у нас работал, и ездили на какую-то встречу к зрителям. И было очень много артистов. По-моему, даже Михаил Иванович Жаров был тогда. Очень много, ну, много. Михаил Иванович Сарев был, Гоголев, они всегда принимали участие в таких концертах. И Любезнов Иванович Иванович, вот да, вспомнил, потому что, говорили, народный артист, лауреат государственных премий, Любезнов. Ну, в цеху этому выступали, и он весь, так сказать, чуть-чуть, вот еще немножко, и он раздвоился бы этот цех. Но когда говорили просто артист-носик, Валерий, то, вы знаете, аплодисментов было не меньше, чем Любезнов, а может быть и больше. Вот это просто, а он был никто, он был просто артист, Валерий-носик. У него не было еще тогда звания никакого. И это очень многое говорит, вот, но это имя зарабатывается потом и кровью, бессонными ночами, инфарктами, иногда уже после смерти его получают зрители, зрители отмечают этого человека. Конечно, но это входит все в профессию, как говорили вот наши старые актеры, которые работали в этом диаде. Поэтому ты не зазнавайся, это все, так сказать, все, что должно быть. Автограф, это, когда говорят, нет, я не даю автографов, там, какой-нибудь звездун говорит, и так далее, и так далее, это глупо. Это глупо тогда, почему, когда, вот я был мальчишкой и жил в Чите, тогда телевидения не было еще, и я слушал по радио тогда, из колонного зала, потому что больше не было лучшего зала, и оттуда шли всегда концерты праздничные, передавались, транслировались по радио, и выступали замечательные артисты, вот я слушал всегда, и мечтал, мечтал выступать в колонном зале, только с этими вот, и естественно, что были аплодисменты, и естественно, я это видел, что я даю автограф, даю автограф, больше я ни о чем не мечтал, а вот это, почему, очевидно, это вот естественно входит, как бы, в нашу профессию. И так адъютант его превосходительства. Ну, он открыл дорогу мне и в кинематографе, и на телевидении, и, безусловно, в театре, потому что, несмотря на то, что я играл ролик, и в театре довольно-таки большие уже к этому времени, и уже снялся в нескольких фильмах, но такой дикой популярности, конечно, можно было достичь только тогда, появившись на телевидении тогда, потому что сразу же в одну секунду человек становился известным, известным. Ну, а потом пошли фильмы и односерийные были телевизионные, типа такого «Свет в окне» был фильм, очень трогательный, и когда, я не могу о нем не сказать, потому что он мне очень нравился самому, потому что он без выдумки, очень простой, я бы сказал, лиричный, я бы сказал, ну, можно сказать, что это была мелодрама, но вообще, я бы сказал, скорее, он трагичный такой, в своей обыденности, вот, если так можно понять. Снимался он на Ленфильме, телевизионный фильм, собственно, в двух словах можно рассказать. Вы знаете, когда вот приходилось раньше, да и сейчас, попадаешь иногда в аудиторию, когда говорят, ну, вот, а мы вас помним по фильму, ну, естественно, адъютантового превосходительства, хождение по мукам, или летучая мышь, или обыкновенное чудо, это все телевизионные фильмы, и ТАССу полномочен заявить, и масса-масса других, а кто-то говорит, а вы помните «Свет в окне»? Меня спрашивают, я говорю, ой, мне очень интересно, а почему вы помните? Вот, несмотря на то, что он был такой односерийный фильм, он остался у многих-многих зрителей в памяти, и, наверное, в душе, я думаю, и так, просто мужчина потерял жену при родах, ее, осталась девочка маленькая, и старшая дочка, 14-летняя, и вот между ними конфликт, и как отец, как отец решает, как бы, сохранить и ту дочь, и эту дочь, но теряет свою жизнь, вот так, если бы можно было сказать, фильм простой, но вот он оказался, оказался очень понятным, очень понятным фильмом, потом были больше фильмов, а потом, как-то однажды, когда я приехал сниматься на Свердловскую студию, в фильме, то мне там телевизионный отдел предложил, а не попробовать ли тебе самому заняться режиссурой, вот для меня это было очень неожиданно, просто не думал, я не думал, и когда я поступал в театры, в театре не думал, что хочу быть режиссером, но так случилось в 79-м году, когда уже и Адъютант прошел, и Дырсу Узала, фильм Курасавы прошел по всему миру, мы с театром группа отдыхали в Болгарии, и болгарские актеры из города Толбухина, мы как подружились там на отдыхе, они меня пригласили в город, а потом пригласили в театр, и директор предложил мне поставить спектакль как режиссер, я говорю, что вы, что вы, я никогда этим не занимался, и не думал, как не занимался, мы просим тебя, значит, вот, я говорю, откуда вы узнали об этом? Оказалось, что они видели какое-то интервью Курасавы, что там? Да? Оказалось, что они увидели какое-то интервью Курасавы, где он сказал, что я думаю, что вот Соломин Сан мог бы заниматься режиссурой, поэтому, говорит, мы тебя и вот и приглашаем поставить спектакль. Но я никогда этим делом не занимался, но во всяком случае они мне предложили Островского, Лес. Островский в Болгарии очень популярный автор, а я очень люблю эту пьесу Лес. И я, может себе представить, согласился, хотя, да еще меня наши актеры убедили, но долго очень меня не выпускали, время тогда было сложное, не выпускали меня, хотя Болгария закидывала наше министерство приглашениями и телеграммами, они вызывали меня и не хотели меня отпускать, вроде ты не режиссер, как будто корочки режиссерские, в общем, что-то такое решают. И я отказывался, давал им телеграмму, говорил, что у меня гланды вырезали, потом что-то еще, я говорил, оперировали, потом я, ну, в общем, однажды я пришел, что-то в течение года это длилось и устроил там скандал, просто, наверное, на повышенных тонах разговаривал в министерстве, говорю, вы уже сами пишите, там, чего меня отрезали, потому что я не могу, мне стыдно. И услышал, Георгий Александрович Иванов был такой замминистра, он услышал, говорит, что такое, ну, зайди ко мне в кабинет. Я ему зашел, все рассказал, я говорю, ну, не я же рвусь, ну, меня пригласили люди, ну, вот, ну, я говорю, ну, уже стыдно, мне просто стыдно. Он позвонил по телефону, через три дня я улетел, паспорт был готов, все, 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 я поставил первый свой спектакль, как режиссер, а потом буквально где-то через год, через два я приехал на съемку в Свердловск, и мне там вдруг предлагают поставить в телевизионном отделении, значит, по заказу телевидения фильм, по пьесе «Пристли» «Скандальные происшествия в Брикмеле». Это двухсерийный фильм. Вы знаете, как-то я очень легко его, так, извините за такое нахальство, я снял его довольно-таки быстро, несмотря на то, что фильм в одном павильоне, только, ну, там была натура, но немножко, в одном павильоне восемь действующих лиц, а снимались там такие артисты, как Вестник, Виторган, тогда только входил он, так сказать, в силу, Вокач, «Царство небесное», Корниенко Нелли, вот Татьяна Панкова, наша старейшая актриса, вот, и все должны были находиться в одно и то же время, «Лямпа» был такой вот актер, вот он снимался мне, и все находились вот в одно и то же время, вот, проходило, и я попробовал, значит, работать так, как работал Куросава, и раскадровал все, и по кадрам точно снимал, но поскольку я еще и себя утвердил на главную роль, то я имел возможность центровки такой, главный исполнитель всегда был на съемке, а остальные все приезжали, поэтому вот эта раскадровка, когда кто-то спиной, кто-то там чуть-чуть ухом и так далее, и так далее, это дало возможность мне буквально за два месяца снять эту картину, она же, по-моему, там какой-то приз получила за выполнение плана, там еще и так далее, и так далее, и так далее, потом еще был один фильм, телевизионный тоже, но это, но это у меня было еще, вот когда я в Болгарии работал, то вот еще до Брикмеля, я смотрел фильмы, напротив меня в гостинице шел ретроспективный показ Феллинии, всех его фильмов, и я за там неделю или две посмотрел все его фильмы, поскольку вечером поздно делать было нечего, я ходил вчера в городе, в общем, хотя друзей много было, но я всегда ходил на последний сеанс, и потом заходил в общество болгаро-советской дружбы, в библиотеку, я говорю, у меня детективчик какой-нибудь, что я так нервничал, что я не спал, не спал, не мог заснуть, и мне нужно было читать детектив с тем, чтобы, значит, вот смотреть, кто за кем гонится, и тогда, значит, как-то я засыпал, и мне, говорит, вы уже знали, и говорит, ну, иди вот, сам выбирай, и я смотрю, человек с луны, думаю, о-о-о, вот это я посплю, взял эту книгу, стал читать, оказался, это вовсе не детектив, а книга, даже с документальностью такой, и с письмами о Миклуха Маклая, и я настолько заинтересовался, что я, она толстая довольно-таки, я прочитал ее всю за ночь, и заболел, вы знаете, заболел этим фильмом, и сам-то я сценарий писал, и сценарий вот по этой книге делал, но у меня не получалось, потом я привлек Игоря Болгарина, сценариста, который адъютант делал сценарий тоже, я попросил его, он говорит, ну, ты знаешь, материала, в общем, нет такого на многосерийность, но во всяком случае на одесской студии согласились, и в общем-то дали мне возможность снять вот двухсерийный фильм, двухсерийный, но буквально за несколько дней до утверждения сметы, и уже сценарий этого, мне звонит сценарист Игорь, и говорит, ты знаешь, такой материал, я откопал, слушай, звони Лапину, звони Лапину, это же, что ты, это же никто его не знает, я говорю, да я тебе говорил давно, что его, как бы у нас все знают имя Миклуха Маклая, Миклуха Маклая, институт есть Миклуха Маклая, пароход есть Миклуха Маклая, улица Миклуха Маклая есть, а что он такой, никто не знает, ну, не знают у нас собственного героя, а действительно он, действительно в то время он был герой, ну, как Юрий Гагарин, вот он тогда по всему миру, особенно в Европе, для него открывались двери всех самых высочайших особ, понимаете? И он, ну, позвони. Вы знаете, я вообще не обладаю таким свойством, но я звоню. Вроде как нахально думаю. Ну, позвоню уж, он меня взял за горло. Я думаю, я позвоню. Звоню, секретарь. Очевидно, пожилая женщина, я ее не просмотрел по телефону. И она говорит, я говорю, вот мне, и мой отчество я запамятил, Лапина. Сергей Григорьевич. Мне нужно поговорить, по какому вопросу? Я говорю, по творческому. Вот о фильме есть. Так я и в двух словах объяснил. В общем, нам две серии, по девять частей, ну, как положено, деньги отпущены, там туда. И меня она соединяет с Лапином. Он говорит, ну, в чем дело? Я ему начинаю говорить, вы знаете, Миколуха Маклая, я ему начинаю рассказывать все, что я знаю. А он слушается, слушает, 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 потом говорит, а у тебя есть шеститомник его? Я говорю, нет. А у меня, говорит, есть, вот он только что мне его принесли, он сейчас у меня тоже есть, вот там в книге. И есть, значит, у меня. Я, говорит, знаю. А что нужно? Я говорю, да нужно третью серию, понимаете, мы в две-то не уложимся. Он говорит, ну что же, надо уже утвердили, там то-то, все. Он говорит, ну, давай сделаем так. Я тебе еще на две части прибавлю. Там, говорит, девять. Ну, в общем, сообрази уже, как нужно. И прибавил мне еще на две части денег. Остальные актеров попросил. Снимали все бесплатно. И тогда об этом не думали. И, вы знаете, мы сняли, в общем, третью серию на сэкономленное средство, что называется так. Плюс вот эти вот две еще части. Ну, я тоже вспоминаю. Ну, вы знаете, вот снимались с огромнейшей любовью, потому что материал такой. Материал такой. Там снимался и Кениксон, Владимир Владимирович. Там снимался Сафонов. Там снималась Руфина Нифонтова. Это ее последняя роль в кинематографе стала. Она играла мать Миклуха Маклая. Там снимался Игорь Горбачев. В общем, как все согла... Я не знаю, как я убеждал всех, что все актеры соглашались именно потому, очевидно, что действовало вот это имя. Когда мы снимали в Ялте... Да, он еще сказал, ты сейчас попросишься на Новую Гвинею наехать. Я говорю, нет, нет, мне в Ялту надо. Ну, в Ялту можно. И приехали мы туда, когда снимать, там, конечно, без аборигенов обойтись довольно-таки трудно. Ну, и вот в Симферополе поехали в институты, и там насобирали несколько людей темнокожих, и, в общем, таких негритосовидных таких вот. и собрались. Уже была съемка объявлена. И они вот в Ботаническом саду, мы в Ялте снимали, и меня гримировали. Потому что там нужен был парик, грим очень... А я еще бегал с камерой, показывал, что я режиссер, значит, надо было все... И вдруг подходят и говорят, что... Юрий Федорович говорит, вот все африканцы отказываются сниматься. А они должны быть раздетыми, только с набедренными повязками, ну, в нос, в уши, там эти палки все в саду. И, говорит, не хотят, отказываются. Я говорю, ну, а как же мы будем снимать? А без этого, в общем, фильма нету. Хотя там немного, но у меня в самом начале вот есть это. Я говорю, ну, ладно, давайте я с ними поговорю. Я пришел и закатил там монологом о Миклуха Маклая, рассказывал, что это такое, что это за человек. И один парень с Новой Гвинеей, он говорит, да мы знаем, у нас даже детей до сих пор называют Маклая. До сих пор. И он что-то сказал всем, и все согласились. Понимаете? Вот насколько было воздействие вот этого человека. Наверное, ну, он не хуже, чем все остальные фильмы. Но, знаете, у нас ведь... Я знаю, что очень много получил, получал писем на об этом фильме, потому что он не может не вызывать ответного чувства. Понимаете? И, ну, так он, по-моему, два раза прошел у нас давно. Так с тех пор, и как бы о нем ни слуху, ни духу. Но улица Миклуха Маклая осталась, институт остался, пароход остался, фильм есть, только его не показывают. Я встречался и с внуками Маклая, которые смотрели, они приезжали сюда, они живут в Австралии, вся семья и потомки его в Австралии. А у нас только вот улицы и пароходы, и, к сожалению, память осталась только вот в каких-то, так сказать, таких, ну, фильмах, и старом фильме Миклуха Маклая, и в этом. Вот, поэтому, вот видите, как с телевидением у меня. Я и режиссуру начал свою тоже, как бы, с телевидения. Ну, а потом, а потом уже пошли фильмы, большие фильмы, наверное, хорошие, поскольку они идут по сегодняшний день. Это и летучая мышь, и обыкновенное чудо. Это просто я знаю, что 1 или 2 января обязательно эти фильмы пойдут. И я их очень люблю. Я их очень люблю, и сам смотрю каждый раз, потому что, и у меня и дочка выросла, и внучка выросла на этих фильмах. И знаю, что если я где-нибудь в Новый год, вот, где-нибудь на улице появляюсь, там, гуляя с собаками, то знаю, что ребятишки, там, 10-12 лет, обязательно забегают, смотрят, значит, потому что, я говорю, что смотрели, летучая мышь, или обыкновенное чудо, или адъютант его превосходительства. Вот последние 2 года его не очень покажут, а так все эти годы он обязательно, обязательно шел, обязательно шел. Ну, а потом были и «Хождение по мукам», фильм большой тоже был, тогда это был наш самый большой многосерийный фильм. Потом был фильм «Тасу полномочен заявить», это еще, по-моему, 13 серий было, это еще больше, так сказать, мне тоже смешно было с этим фильмом получилось. Мне позвонили и сказали, что вот, мол, приглашают меня на центральную роль, а я в это время начинал снимать, по-моему, Миклуха Маклайев, фильм о нем. Я говорю, я не могу, я вот, как бы, сам теперь. Прошло что-то года 2, мне звонят по телефону, и говорят, я говорю, из фильма «Тасу полномочен заявить». А я говорю, а что такое, озвучивают что ли? Я никого не озвучиваю, я не умею это делать. Нет, 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 мы хотим вас пригласить на роль. Я говорю, как вы еще не сняли? Нет, у нас фильм был закрыт, картина закрыта, смотрели там на самом высоком уровне, Андропов смотрел этот фильм, потому что комитет курировал его, и в общем закрыли его, сняли режиссера, так сказать, расстались со всеми актерами, оставился только Тихонов, и вот приглашаем вас. Я говорю, на что? На ту же роль, на Славина. Я говорю, ой, вы знаете, у меня в те, вам придется, потому что вы уже утверждены. Ну, с комитетом я не стал спорить, поэтому, значит, вот, как-то так вот сложились, и там тоже, я очень, я никогда, мне очень нравится Тихонов, как актер, но я никогда не был с ним близко знаком. Так здоровались, но, а тут вот эта работа в Тассе, она, конечно, меня очень, еще и радует теме воспоминаний, потому что встречи и с Кикабидзе, и, допустим, много у нас с ним там было завязок, и, конечно, с Тихоновым, это замечательный, замечательный партнер, очень добрый человек, это обязательно сказывается во всех его фильмах, не то, что я добрый, у нас многие, так сказать, и глаза делают, и улыбаются, и все, и ты чувствуешь, ой, это и не добрый в жизни человек, а Тихонов, какого бы он мужественного человека не играл, это видно, что человеческий материал всегда существует, поэтому дай Бог ему здоровья, и работа как-то шла быстро, тяжело, тяжело, потому что время было уже упущено, и все-таки, я помню, что вот единственное, что тяжело приходилось сниматься, все заканчивается, нет? вот, ну и так далее, и так далее, потом был какой-то большой перерыв у меня, вот когда меня коллектив в 88-м году избрал художественным руководителем, тут уже было не до, как говорится, лишней работы, поэтому, так потом что-то было, какой-то один-два фильма у меня промелькнули, так, наверное, не очень большие, и вот после большого перерыва как-то вот большой фильм Московская сага, Московская сага, ну, о ней много написано, и много говорилось, наверное, и хорошего, и критического, и, наверное, что-то есть и справедливо, наверное, сказано, я единственное могу сказать в защиту, что этот фильм, в общем, мне очень все нравились партнеры, и, наверное, я не могу назвать ни одного актера и не актера, которые там снимались, с которыми было бы не очень приятно работать, и потом результат, я вижу, таких провалов актерских нет. И, наверное, это говорит еще и за то, что, в общем, это первая тема, может быть, она и вызвала такой вот раскол среди зрителей, потому что одним те годы нравятся, и они вспоминают, а другим те годы не нравятся, и они тоже вспоминают об этом. Но материал есть материал, я кое-что тоже помню из этих лет, кое-что даже наша семья испытала, что касается тех лет, но, может быть, есть какие-то длинноты в этих, в этом фильме, я имею в виду, в середине, так, мне кажется, не нравятся, потому что, наверное, постановщикам хотелось, вот, знаете, когда вот пошло, вот хочется и это, и это, и это, и поэтому он стал обрастать, 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 уже не по сценарию. И мне кажется, что вот это вот и была та ошибка, которую предъявляют как бы определенные категории зрителей, но это не такая ошибка, чтобы его списывать, совсем уж. Поэтому я к нему отношусь с уважением. То, что я делал и то, на что я соглашался, я это делал с любовью. И меня трудно обвинить, и точно так же, как и Инну Чурикову, допустим, что мы что-то там не доделали. Наоборот, может быть, может быть, мы и переделали что-то там такое. во всяком случае, мне за него не стыдно, потому что это была очень большая работа. И самое главное, что через несколько лет о нем будут вспоминать, и через несколько лет он приобретет такую историчность, потому что в смысле добротности материала, съемок, костюмов, персонажей. В общем, кто-то говорит, ну, там мажут черным цветом там кого-то, так сказать, они такие... было. Было. И никуда ты не попрешь. Было такое. И поэтому как бы вот эта вот добротность, добротность... Вот я вспоминаю тоже «Хождение по мукам». Там Ордынский, режиссер Василий, он очень добротный был режиссер. И он тоже, он скрупулезно снимал. Это тоже фильм был, в общем, страничка за страничкой, весь роман. Весь роман. Его тоже в свое время обвиняли за длинноты. Его, знаете, всегда ведь сравнивают со старым фильмом «Хождение по мукам». Кто лучше, кто хуже. Сравнивать нельзя. Это абсолютно разные вещи. Абсолютно. И время, я тогда говорил на какой-то пресс-конференции, пройдет 20-25 лет, и то поколение, которое видело только этот фильм и не видело старый фильм, будут вспоминать вот этот фильм. Так оно и случилось. Я абсолютно уверен, что через 20 лет, а может быть и раньше, а может быть и позже, но 20 это точно, когда, к сожалению, того поколения, которое знало хорошо все это, будет очень мало. Очень мало. И они будут очень больны. Им не до просмотров будет телевизионных программ, то изучать, наверное, это то поколение будут по фильмам. По телевизионным фильмам. Я считаю, что у нас очень сильное документальное и документальное кино вот о нашем времени, мне кажется, что оно сильное. и поэтому и по тем документам, которые существуют сейчас в архивах телевидения и по ряду фильмов, в том числе и по фильму «Московская сага» будут вспоминать и учиться на том времени, которое, в общем, там показано. Насколько я знаю, и авторы, и режиссуры, и сценаристы, и все актеры относились как бы с чистыми руками работали, с чистыми руками и горячим сердцем к этому. Поэтому мы приложили все свои старания и силы. Ну, а если что-то были какие-то просчеты, а где их нет? Они есть везде. Ну, во всяком случае, мне трудно говорить и вспоминать все свои телевизионные работы. Я могу сказать, телевизионные фильмы, вот те еще шаболовские фильмы, я тоже маленькие такие называю. Но, во всяком случае, они существуют, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы, ну, они уже останутся теперь в памяти и телевидения, и в памяти безусловно, зрителей. Я могу сказать, что я не испытываю неудобства и не краснею ни за одну свою работу, которая будет храниться в архивах. Илья Иванович, вы работали с многими выдающимися режиссерами. Может быть, вы о ком-то из них расскажете. У вас пленки не хватит. У нас только миллион. И может рассказать еще о том, все-таки на какого вы считаете из них, они как-то на вас повлияли, как на режиссера. Может быть, были, в какой-то степени вашими учителями, кто вот из них наиболее сильное для вас влияние имеет? Вы знаете, я сейчас буду называть эти имена, но не для того, чтобы как-то похвастаться. Хотя, можно и похвастаться. Потому что это действительно мировая история. Если взять сначала, я очень многому научился у Ташкова. Евгения Ивановича в работе с актерами. Он сам артист, он заканчивал у Бибиковой и Пыжовой. И вообще все его фильмы «Приходите завтра», «Майор Вихрь», он много телевизионных снимал, и «Адъютанты» его происходили. Все фильмы его имели успех. Но Ташкова, как режиссера, никто не знает. И не знает по сегодняшний день. Ну так, Ташков, когда начинаешь говорить, это удивительный мастер. К сожалению, забытый сегодня и, к сожалению, нашим телевидением тоже. Потому что могли бы и предложить ему работу, поверьте, что он бы смог тряхнуть стариной, хотя он не настолько стар. Безусловно, я не могу, я уже говорил об Ордынском. Это военный, он вообще сам бывший военный, он прошел военную железную выправку человека. Он привык к точности. И вот эта точность, наверное, она тоже как бы отложила свое. Очень порядочный, очень заботящийся от тех актеров, с которыми он работал. Я сейчас не говорю о группе, потому что мне трудно говорить за всех, но об актерах это абсолютно, как он работал с Ириной Алферова. Она была студенткой четвертого курса ГИТИСа. Как он как вот бережно, бережно видите, он почувствовал тогда в неопытном, в неопытной актрисе, что из нее вырастет, в общем-то, наша звездочка, понимаете. Поэтому, безусловно, Ордынский. Конечно, я работал и со Столпером. Был такой фильм четвертый, вот, и это было очень уникальной широты, доброты, юмора. У него почему-то на съемочной площадке, хотя пьеса и фильм довольно-таки сложный, четвертый, Симоновский, вот, но почему-то все смеялись. Когда работали, все смеялись, потом быстро включались в ту работу, вот тогда Володя Высоцкий, он снялся там практически в центральной роли первый раз и так далее, и так далее. Столпер, Ян Фрид, я с ним работал в летучей мыши, это один из старейших интеллигентов таких, петербургских. Конечно, нельзя не вспомнить Марка Донского. Был фильм такой, трилогия, сердце матери, верность матери, я там играл у него, у Леянова Дмитрия. Ой, это крику, он крику, казалось бы, ну и все на студии его боялись. Ой, говорит, что ты, к Донскому никогда не подойдешь. У меня был такой момент, да, и он всегда, артистов он очень любил. Он на съемочную площадку только что не облизывал артистов. И вот всех соберет, нас, всю семью, значит, ой, ой, идите, смотрите, какие у меня артисты. И вот, посмотрите, ну где они еще есть такие? Ай, и вот он каждого погладит, оближет там, ну, 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 все, все, все. Я говорю, ну, приготовились, 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 ну, мотор. И вот, и вот это у меня осталось, хотя, но стоит было кому-то стукнуть топором, забить гвоздь, все, вся студия становилась на уши, он бежал за этим человеком чуть ли не с топором, я убью его, я вообще помешал процессу, нужен был его гвоздь и так далее, и так далее, но быстро очень отходил, отходил очень быстро. И вот однажды на съемке, я снимался в последние дни там у него, мне дали первую квартиру в театре на Бескудниковском бульваре, это было очень далеко, переезжая, да, и у меня родилась дочка, и вот нам квартиру эту дали, и собственно надо было переехать с Арбата из общежития, вот туда на квартиру, была у нас одна тахта, ну и там два чемодана, один с посудой, коляска детская, и так далее, я заказал машину, а тогда, знаете, заказать машину или контейнер, это я могу целую историю рассказывать происходящее со мной, и вот, и вдруг мне звонят и говорят, съемка, я говорю, я же заказал машину на 9 часов, съемка, ой, а Юрочка, нет, он убьет нас, нет, мы ничего, нет, ничего не можем, и я уже отказаться не могу, а это, пусть небольшие деньги тогда, но для нас, для молодежи это были деньги, и безвыходность положения, и в общем, жену-то с ребенком, я же не могу бросить, я набрался наглости, и на вечерние съемки, я подхожу после съемки к нему и говорю, Максимович, да, деточка, что же? Я говорю, понимаете, вот я получил квартиру, о, я тебя поздравляю, все, а что, 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 я говорю, да понимаете, вот мне надо перевести вещи, что тебе нужна машина, я говорю, нет, мне машина не нужна, в этом разговоре он мне уже дал все, он мне уже все почти разрешил, дать машину, дать помочь, рабочих же, я говорю, нет, 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 дело в том, что у меня завтра съемка утром. Он говорит, ну и что? Я говорю, а как же я не приду-то? Поцеловал меня в лоб и говорит, когда подъедешь? Я говорю, здесь рядышком без Кудникова. Я говорю, ну, часов 12. Ну, конечно, поезжай. Жене привет и дочке привет. Дочке еще не говорила. Жена только родила. Вот вам, понимаете, вот вам человек. И это все равно сказывается. Его там называли сумасшедшим, его он называет. Но он добрый сумасшедший был. Добрый и очень любил артистов. И, конечно, вот видите, это тоже такая фигура, которую, в общем-то, не забудешь. Ну и, конечно, я не могу не считая его своим учителем. Действительно так. Я вот первую свою картину снимал по его схеме, так сказать. Это, конечно, Куросава. Это, конечно, Куросава. И все-таки два года, которые мы с ним провели, два года снимался фильм. Почти девять месяцев мы жили в одной гостинице в городе Арсеньеве. И каждый день мы были на съемке. Вечером мы были на ужине вместе. Утром мы были на завтраке. Обеды мы все на машинах, там приезжала военная машина, готовила нам обеды, и мы на съемках. В общем, почти год мы были просто как бы вместе. Я помню, в первый год, в 1974 году, я очень хорошо помню, потому что у меня его подарок висит на стене, он написал картину. Это огромная голова тигра, амурского тигра, который как бы является вот таким образом в фильме Дерсу Узала. И подписал, сам подписал по-русски и по-японски. По-русски было написано 18 июня 1974 года. Вот просто у меня запомнил эти цифры, потому что и букву, потому что я обычно не запоминаю. И по-русски написал Акира Курасава. И тут же иероглифами написал по-японски. Вот эта картина уже 30 лет висит у меня дома, я ее храню. Вот. И, конечно, общение с этим человеком на протяжении 25 лет, к сожалению, когда его не стало, то многое, конечно, было потеряно. Но лет 25 мы с ним переписывались, дружили. Когда я приезжал в Японию, я довольно-таки часто ездил тогда в Японию и по линии кино, и по линии там общественных всяких дел. И 4 раза мы были на гастролях в Японии с малым театром. Первые гастроли в нашем буклете такую, как бы, презентацию нашего театра давал Курасава. И, конечно, когда ты впервые приезжаешь в незнакомую страну, с театром и так далее, и когда есть человек, которого знают все там и уважают, и когда он это представляет, конечно, это, безусловно, имело свой резонанс. Вот в октябре месяце мы последний раз были в Японии. Конечно, теперь в наших буклетах нет Курасавы, безусловно, но его дух все равно присутствует. Присутствует. Гастроли прошли очень хорошо, потому что нас в Японии уже знают и, так сказать, уважительно относятся. Но его режиссер, такая женщина Нагами Сан, она написала статью, в нашем буклете это и есть, как бы от своего имени и от имени Курасавы, поэтому память о нем все равно существует. И, ну, это не секрет, говорилось, что он ведь должен был у нас снимать следующий фильм по Эдгару По, пляска красной смерти. И он пригласил тогда композитора Шварца и меня значит, в этот фильм. И мы встречались, уже говорили, мне там предполагалась главная роль. Но, как говорится, фильму не было возможно такое случится, кто-то его обидел здесь, хотя Сизов Николай Трофимович очень хорошо к нему относился, очень хорошо. Но вот, ну, кто-то из режиссеров что-то как-то, а он очень обидчивый был. И, в общем, это все распалось. И когда на словах, я-то знал, что он мне предлагал сниматься, я-то это помнил, я это знал, но никогда об этом не говорил. Даже у меня его есть сценарий сохранился, единственный на русском языке, сценарий он хранится у меня. Я вот недавно перебирал свои архивы, его нашел. И когда так говоришь, что, наверное, даже жена сомнительно относилась, наверное, к моим словам, думаю, что, ну, прямо уж так, для него, для этого. Но теперь я очень горд, потому что в этом буклете вот эта женщина, она работала с ним все фильмы, все фильмы, старенькая старушка. она написала, что Курасава хотел снимать Соломина в главной роли, в таком-то фильме и так далее. К сожалению, мне очень нравится, ну, так японцы пишут, к сожалению, мы никогда не увидим Соломина в этой роли. так что теперь уже как бы я могу об этом заявить официально. Да, я его называю Сенсей, это чему я у него научился многому, многому. Хотя впервые я даже узнал, что такое оптика, потому что наши операторы всегда ведь отгоняли артистов от камеры, когда артист лезет, можно я посмотрю, где я там? О, тебе крупный план нужно, да, да ладно, ладно, будет видно тебя, иди, 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 всегда, особенно молодых, гоняли они, не любили. А Курасава сажал нас за стол и говорил, здесь я буду снимать объективом 50, здесь там соткой, здесь, для меня это был темный лес, чего он мне говорил? И на бумаге чертил, думаю, чего он мне за схемы какие-то чертил, чертил, а на всего два актера мы работали с ним каждый день, мы полтора месяца репетировали на Мосфильме. Оказывается, поскольку весь фильм снят на натуре, а все деревья одинаковые, и все кусты, то очень трудно было разобраться поначалу, но вот, поскольку он снимал с двух камер, и поскольку он как бы нам рисовал и выстраивал уже мизансцены, и где-то они откладывались у тебя, и где-то он говорит, вот здесь вот эта камера, только не помню, не обращай внимания, здесь будет снимать крупно, и рисовал крупный план, и он раскадровывал каждый, 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 я потом тоже всегда раскадровываю каждый, да и теперь, когда в театре даже работаю, ну, не раскадровываю, но я подрисовываю что-то, понимаете, и поэтому общее, я считаю, что режиссер навязывать не должен своих мизансцен, потому что он должен, вот Кураса, он не навязывал, он задавал тебе, как бы вот, а дальше, ты сам, а они уже ловят, они уже ловят, где крупный, где средний, где это, и поэтому ты иди себе по лесу, иди себе, и ни о чем не думай, гоняй комаров, а он точно монтирует, как со среднего перейти на крупный, это очень интересно, я заразился этим, заразился до того, вплоть, что я теперь вот на режиссерских своих записях вот подрисовываю какие-то вещи, какие-то вещи, не выстраивая мизансцен, а только, может быть, наверное, кульминационные точки какие-то, вот, к этому надо как бы вести, но вообще очень интересно, очень интересно, мы переписываемся, да, получаем много от них, продюсер у нас там свой, уже четыре раза он возил влюбленный в Чехова, вот, японец, продюсер, влюбленный в Чехова, все четыре раза обязательно он включал чеховскую пьесу, у нас идут все чеховские спектакли, пьесы все, ну, к сожалению, сейчас Иванов не идет, и дядя Ваня тут по объективным причинам только в этом году, а так у нас идет и сейчас и Вишневый сад, и Чайка, и три сестры, вот которые, Чайка и три сестры только приехали из Японии, вот, так что, в общем, какая-то связь существует с ними. Юрий Михайлович, может быть, вы еще кого-то вспомните, кого-то осталось, из тех людей, с которыми вам приходилось встречаться на телевидении, вот вы Лапина вспомнили, может быть, кого-то еще, или операторов, или, может, каких-то людей, которые в какой-то степени вам какие-то эпизоды запомнились. Ой, вы знаете, очень трудно, сейчас, знаете, очень трудно, это надо вспоминать, я тоже старый уже, поэтому, Рыжков, вот, помню, Рыжков, Виктор, но его нет тоже давно, это был сначала театра, он актер был, он заканчивал наше училище, работал в театре, очень любил, потом на телевидении он работал, он даже, по-моему, был в литературной этой самой программе, он, по-моему, там был даже главным одно время, но это давно ведь все было, вот, так что он тоже, с ним очень много было сделано, работа, а так очень трудно, ведь это же такое проходит огромное количество, да и лет тоже, так же. Хорошо, Юрий Викторович, вы были на предметном периоде, там, по-моему, с 90-го по 92-й год министром культуры, вот, вы могли бы что-нибудь рассказать о том времени, и, может быть, вы могли бы какую-то провести параллель между тем, что сейчас происходит в культуре, и что вам тогда удавалось сделать, и что не удавалось, то, что сейчас делается, по-моему, вы сами знаете, я говорить не буду, а то, что сделано, когда, вы знаете, это был 90-й год, действительно, это был, по-моему, 26-го, что ли, августа, а у меня внучка, родилась 25-го июня, и вот, у меня приехала машина на дачу, значит, конечно, меня вот правительство требует, я сказал, что, я сейчас не могу, я с внучкой гуляю, вот, а завтра приеду, у меня машина есть, и, он говорит, ну, хорошо, Силаев Иван Степанович, значит, вот, с ним встреча, кстати, удивительный человек был, Силаев, то есть, был он и есть, но, вот, такого рода, высокого ранга, допустим, с руководителями, я, так сказать, многих, как-то, так сказать, встречал, ну, так, но, вот, удивлен и потрясен, вот, его тоже человечностью какой-то, он жесткий человек, но добрый, вот, как так сказать, жесткий, но справедливый, и, вот, он тогда пригласил, и, значит, вот, предложил, значит, быть министром культуры, но, говорит, тут многие, говорит, и не хотят, чтобы ты был, я, ну, так у вас руки развязаны, давайте расстанемся по-хорошему, нет, 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 я, говорит, серьезно же спрашиваю, ну, так как, я, ну, я театр не могу оставить, а он, говорит, а кто тебе говорит, чтобы ты оставлял, а ты сможешь справиться, я, я, смогу. Да, Просилаева. Так вот, поскольку, значит, мне было разрешено, там, очевидно, они выпускали какое-то решение, что мне разрешено, я зарплату не получал здесь, вот, но я числился так же, как и был художественный руководитель. Этот кабинет функционировал у меня, тогда все смеялись многие, теперь они плачут уже, некоторые критики, которые сначала надо мной смеялись, теперь по-другому. Я говорил так, я министр до 18 часов, с 18.15 я артист, я никогда не собирался там засиживаться, потому что, ну, потому что зачем, я люблю свою профессию, никогда не мечтал быть каким-то большим начальником, сейчас я мечтаю, потому что пенсия получаю, у чиновников теперь хорошая пенсия, 70 процентов, я говорю, а почему, а потому что, чтобы они не воровали, я говорю, начну воровать, ну, мне проценты уже не дадут, 70, несколько лет могут за воровство, богу, так вот, тогда писали, что, ну, как это, что за министр, что он, значит, вот только до 18 часов, ну, это в шутку, когда надо было, я задерживался и позже, но все, во всяком случае, я играл, мало играл, но я играл дядю Ваню, тогда, вот, и, а так все время с 9 утра, теперь вспоминаю я это с удовольствием, несмотря на то, что, когда в семье об этом узнали, то такой был совет, значит, молодежь говорила, что надо, мне тогда предложили, значит, вот как раз Ян Фрид снимал тортюфа, и он мне предложил тортюфы игры, для меня, как артиста, это было очень интересно, мюзикл, затем, Штутгарт, в Германии, мне предложили преподавательскую работу, в Штутгарте, очень хорошо оплачиваемую, как вы догадываетесь, и в Мексике, я должен был ставить женитьбу Гоголя, и там же, в университете, мне тоже предложили читать лекции, ну, на год, или там дальше, продлили бы или нет, я уж не знаю, но во всяком случае, вот и предложили быть министром, поэтому материальные, те были намного лучше, чем должность министра, тем более, что тогда только ведь это начиналось, все только, только первое правительство было тогда, ну, и вот молодежь говорила, нет, давай туда, да, вроде оно, как бы выгоднее, им, им выгоднее, а жена сказала, надо, Федя, надо, ну, и раз надо, значит, я решил, что надо, поэтому, исходя из этого, меня не прельщало, то, что я министр, поскольку меня и так узнавали, машина у меня была своя, тому времени, благо, дача у меня была своя, и сейчас есть, я как на ней жил, так и живу, квартира та же самая осталась, где крыша течет, ну, так что, но зато это квартира, в которой жил Царев, а до него Межинский был, такой замечательный артист, вот я вспомнил, я Межинский, Царев и я, вот видишь, как это хорошо, так что я не просил, никаких квартир мне не надо было, поэтому мне хотелось, чтобы, я об этом и говорил раньше, когда я уйду, а я уйду, я не собирался засиживаться, это везде есть у меня, во всех интервью, мне хочется, чтобы потом все мои коллеги не плевались в мою сторону, вот это была моя единственная задача, для этого надо было что-то сделать, но делая для них, я и, в общем, для себя тоже делал, потому что я собирался работать, артист, но поскольку я был уже к тому времени и профессором, и педагогом, и кое-что в музыке понимала у меня вся семья, в общем, и мать, и отец, музыканты, и дочка, и внучка даже теперь, вот так, в музыке я тоже разбирался, ну, ну и так далее, и так далее, в режиссу и понимаю, вроде как, поэтому все те нападки, которые были, я понимаю, кто из зависти, кто еще там по каким соображениям говорили, так что кое-что я в этом понимал, вот, и первое, что я сделал, и это работает по сегодняшний день, указ, я перевел, тогда, ну, вы не помните, не знаете, наверное, театры должны были в год отыгрывать 500 спектаклей, если учесть, что в году 360, сколько дней, 4, 5, 365, значит, должны были играть полтора спектакля каждый день, а когда репетировать, я это постановление убрал, вот, что я сделал первое, за что, как бы все меня и вспоминают, это первое, потому что я знал, что это такое, дальше поменяли ставки, дальше второе, что я сделал, я детским музыкальным школам, я помню, ко мне из Новосибирска приехали, говорили, там одаренных детей, музыкальная школа, и у нас, где учатся дети со всей страны, тогда со всей России, приезжают, вот они с детства, с 5, с 6, с 7 лет, учатся в музыке, одаренные дети, я им увеличил суточные, помню, 3,50, тогда было 2,60, но это было, для балетных школ, и так далее, и так далее, и так далее, потом, может быть, это и не чисто такое, дело министра, но, во всяком случае, мы отправили тогда из министерства в Испанию, в страну Басков, мы отправили тогда 96, по-моему, в общем, 100 человек детей из Брянской области, зараженных вот этим безобразием, Чернобылем, детей, работников культуры, киномехаников, из деревень, и так далее, и так далее, и так далее, ну, и, естественно, дальше, и по театрам там были какие-то материальные, чисто материальные вещи, потому что надо было устаканить, но я даже, считаю, если бы я сделал только это, это я вот, как-то меня спросили, я вспомнил, думаю, о, так это неплохо, я вот, а вообще было очень много всяких разных, тогда вот, Дума утверждала, когда бюджет, мы утвердили, помню, бегали тогда с Басилашвили, он был тогда депутатом, по культуре занимался, и вот мы с ним все-таки тогда добились 2% из бюджета для культуру, 2% на культуру, это были очень большие деньги, потому что тогда было вообще полпроцента, 0,75% и так далее, так что вот это было сделано, я считаю, что, но это хоть сделано, это существует по сегодняшний день, и я всегда, когда мы приезжаем на гастроли, я голову не опускаю, когда встречаюсь с провинциальными актерами, с театрами, вот, кстати, недавно перед вами, может, вы их застали, вышел директор русского бурятского театра и замминистра культуры, вот по старинке они приходят сюда, поэтому и из других театр регионов приезжают, особенно из регионов, потому что я сам из провинции, и я считаю, что наиболее талантливые люди все-таки они находятся там, а сейчас с каждым годом и годом, хотя я живу здесь больше, чем там, где я родился, но и у меня, в общем, и дочка, и внучка, и здесь все учатся, но я должен сказать, здесь подпорченные молодежи, вообще в центре, Петербург взять, Москву взять, они подпорченные, наиболее посильнее молодежь в провинции, причем чем дальше, тем они внутренне мощнее, тем они внутренне, ну в чем проявляется талант, он ведь еще должен обладать качеством добиться, вот понимаете, здесь они, да, все имеют, иньяза, шминьяза, тут все университеты, а там для того, чтобы теперь приехать в Москву, о, я ехал в Москву 8 суток, 12 часов поездом, из Читы, где я родился, я просто хорошо это помню, жить мне было негде, знаком, общежитие давалось только со второго курса, я полгода жил у каких-то знакомых, четинцев там, через руки мне там передали, в Монино, вот электричкой 705, она и сейчас существует, вот я выезжал сюда в Москву и уже на целый день, и вот я помню, это было, у них была такая огромная собака, вроде как, ну, дача зимняя такая, и у них был огромный волкодавец, вот такой огромнейший, огромнейший, он на цепи, и когда я там жил полгода у них, и, ну, там, когда в туалет ходил, он рвался с цепи, а у них огород как раз, вот он там, и пустырь такой, огород, здесь сортир, думаю, господи, не знаю, сожрет ведь, но поскольку я всегда к животным относился, вот видите, я страдаю из-за животных, страдился, относился всегда, ну, как-то у нас в семье всегда были собаки, кошки, и козы, и там, и, значит, ну, я так, и вот праздновался какой-то юбилей училища, не помню, это я уже проучился, это был уже первый снежок, где-то, наверное, октябрь, ноябрь, какой-то праздник был, я задержался в училище до часу ночи, ну, ну, дальше повертелся на Ярославском вокзале, думаю, не, я все-таки поеду, потому что следующий день был свободный, и я поехал электричкой, последней, приехал, подхожу, иду по улице, думаю, что я приехал, они на ночь-то спускают этого пса, думаю, что я приехал, а у них так, еще по-сибирски, постоянно так, калиточку открываешь, и тамбурочек такой, следующая калиточка, эту закрываешь, то открываешь, я так смотрел, думаю, нету его, посвистел, ну, нету его, думаю, свет погашен, уже часа два, наверное, третий час, я открываю эту калиточку одну, вхожу, думаю, нет, открываю вторую, и он стоит, вот такая морда, стоит, и, и, я не знаю, наверное, я выпил немножко, может быть, это на него подействовало, почему, он попытался встать на меня сюда, вот я вот это, выше меня, ростом, здоровый морд, может быть, это его как-то, хотя я, в общем, никогда не пил, так уж основательно, ну, так, чуть-чуть, наверное, что-то попало, и он меня не тронул, потом, а я ему монолог стал говорить, я ему стал рассказывать, что, знаешь, в училище, ну, вот у нас праздник был, понимаешь, ну, вот, ну, надо, конечно, я боюсь, конечно, и он пошел впереди меня к дому, и я пошел тоже к дому за ним, веранда, он открывает дверь, вошел туда, летняя такая, я тоже, и у них окно, на веранде окно, я стучу в кухню, долго стучал, потом она выглядывает, ой, эта старушка там, которая хозяйка была, а как ты прошел-то? и я говорю, да вот, меня друг провел, как, ах ты, сволочь, она его стала ругать, вот, так что, с тех пор, у меня, неравнодушен я к животным, к собакам особенно, вот. немножко раскрытие ваших животных, а ваши привязанности. Вот привязанность, видите? Ну, животные у меня всегда были, всегда. И как-то так случилось, что я и жена, она помешана на кошках, я на собаках. И у нас обычно по нескольку всегда. У нее по четыре кошки живет, у меня по две-три собаки, ну, ну, уж одна-то точно. Причем собаки всегда, даже здесь, когда мы студентами были, и в общежитии на Трифоновке, там тоже, как вот, котеночка лечили, там его, вот. А уже когда обзавелись своим жильем, так что у нас всегда собаки. Причем, вы знаете, никогда мы их не покупали, их подбирали. В основном, большой специалист, жена у меня. она подбирает, а я уже молчу. Вот. И всегда собак подбирали, и жили у нас долго, у нас по 16 лет, по 15 лет, вот так собаки жили. Вот сейчас у меня четыре собаки. одного щенка мне сюда, вот немецкую овчарку принесли в два месяца, мне на юбилей подарили. Сейчас ему 9 лет. И вот тогда, когда 60 лет мне было, вот тогда мне принесли его сюда, он тут нагадил, тот же сразу. И вот, зовут его Маклай. вот. Вот. И с тех пор, значит, вот, да, потом, а у меня уже была одна собака, ласка, подобранная была собака. Ну, если я сейчас начну о всех рассказывать, то, кто умерла, почему мы подобрали эту, это, но действительно, эту ласку мы подобрали, вот здесь, на Екатерининская больница. Мы ехали домой, с Петровки поворачивали на Спиридоневку. Дождь шел, а у нас только что умер пес, которого тоже подобрали еще. Он с нами в Бескудниково жил, и 16 лет ему было, Кузя. Ну, я, у меня почти что инфаркт был. Я приехал из, из гастролей, и такая же, ну, ну, потрясающий был пес. Я очень переживал. И вот я за рулем, значит, дождь идет, ноябрьские дни, такая слякоть была, погода плохая. И вдруг жена говорит, стоп! Мы там разговариваем. Она говорит, подожди, дождь идет. Я говорю, молчу. Она выскочила, и тут же опять в машину, и я, слышу, что-то она засунула. Я так глянул, господи, щенок, ну, так месяцев 8. Точно такого же цвета, как наш Кузя, вот, который палевого цвета такой. Ну, в общем, короче говоря, потрясающая собака была. Она у нас больше всех прожила, 16 с половиной лет. Ласка ее. И по всему она, когда вот морозы или что-то, она стала хромать. И я как-то думаю, посмотрите, она лаечка такая была. А у нее вся нога, одна, внутренняя сторона, шрам был такой, огромный шрам. Но шрам был зашит очень аккуратно. Знаете, остались как петли такие. И так мы с женой решили, что она бежала из этой клиники Екатерининской. Видно, там щенком была. Ну, опыта там проводит, жена них там всякие разные. Потому что другого варианта быть не может. Она нигде в доме ни у кого не жила. И вот она у нас прожила долго-долго-долго. И вот так она мне Маклая подарили, значит, вот у меня две собаки оказалось. Ну, и они так существовали, очень мирно. Она как мать ему была, значит. Вот. Потом на даче она согрешила с одним терьером, породистым очень. И у меня три щенка было. И двух как-то мы так раздали. А один такой, все, как он, как крыска такая была. Здесь-то те какие-то гладкие были, нормальные, волнистые. А этот, как крысенок такой. И она все, вот, ко мне к ноге, так, лапками жала, жала, жала. Я говорю, никто не возьмет. Я говорю, ну, давай уже, пусть она у нас с матерью будет. И вот она выросла, сейчас она, 12 лет уже она живет. У нас терьер. Просто не отличить. Она, конечно, у нее так, я говорю, а вот здесь мать твоя, когда ночной там желтизна у нее проходит. Черные, мохнатые такие. Ну, вот. А потом она уже согрешилась с Маклаем. И вот Лушка, сейчас живет, четыре года, уже она осталась, потому что в мороз, вот такой мороз нагрянул. Они у меня на даче были. Я поехал на дачу ночью, потому что они были открыты, в общем, холодно, мороз сильный был. Короче, она в этот день ощенилась под бревнами. Я там соседа позвал, в общем, мы полезли, они все замерзли. И я ее звал, звал, значит, Маклай прибежал, но я сразу понял, что он там тоже лежал рядом с ней. Короче говоря, пока я открывал дверь, она ощенилась. Последней. Вот она и осталась. Ну, я говорю, пусть живет. Я ее на кухню. И вот теперь у меня три, да, три. А в 2001 году как раз мне было уезжать надо было на гастроли во Францию. Вот когда в 2001, в сентябре, произошел этот в Америке взрыв, я почему помню 2001 год, жена с рынка, с Палашовского привела, значит, тоже восемь месяцев, кобель такой черный. Но он такой не то овчар, не то, да не поймешь он кто, никто. Я таких ушей не видел. У меня как у осла ухо одно вот такое стоит, второе такое же лежит. Это невозможно. И когда с ним гулял, а когда он убирал ухо, то он похож вот на путинскую собаку. Я говорю, празит, убери ухо, я хоть на приличную собаку похожа. А он опять раз и все, кто не встал, он говорит, ой, летучая мышь. Они вот на улице идут, говорят, ой, летучая мышь. Ну, в общем, короче говоря, четыре года уже на нас живет, он оказался больной, у него чумка была. На мое счастье, эти собаки на даче были все. А зоомагазин у нас на Бронной очень хороший, старый магазин такой, и там врач тоже у всех собак моих знает, Вадим. Я пришел, говорю, Вадим, вот, посмотри, он говорит, что ты, у него чумка, причем очень сильная, не вылечить его, веди, отведи обратно. Я говорю, да какой у меня жена, она же, знаешь, какая тупая, не отведет она его, я говорю, вот сказала, что. И там продавщицы очень добрые, говорят, ой, давай, короче говоря, мы его вылечим. Вылечили, да, от чумки, он ему засадил какое-то лекарство импортное, и я полтора месяца ему закапывал в глаза, в нос какие-то, потом перепутал уже, какие в нос, какие в глаза, ну, вылечил. Он такой, что у него лапы такие мощные, здоровые, и вот в ноябре я приехал с гастролей, это у меня с ноября месяц, я приехал с гастролей из Японии, ну, конечно, поехал туда сразу же, а я им загон сделал, вот, такой дом построил, вот у меня больше, чем вот этот шкаф для них дом, там, лавки у них у всех, и загон довольно-таки большой, но они так между собой недолюбливают, я кого-то в загоне держу, кого-то в пуске, в общем, так меняю, а тут утром рано, я один, вот Яшка-то был со мной в доме, и я забыл его закрыть, а Маклай с улицы пришел только, ну, и они схлестнулись, и я вот раздетый, снег тогда выпал первый, вот в трусах, босиком с ними вывалился, и решил разнять их, но разнять можно двух таких огромных псов, и не то, что они меня укусили, а он клацнул кто-то из них, я думаю, что это Маклай, и пробил мне вот кость здесь, и, ну, зуб попал его, так сказать, глубоко, вот, ну и все, загноилось, пошло, температура, и у меня в больницу, одну операцию чистили, вторую операцию, но в ЦКБ отвезли, потому что здесь не было гнойной хирургии, специальной, оказывается, гнойной хирургии, повезли туда, я там четыре недели еще отлежал, но на капельницах, потому что, они как мне говорят, это собачий зуб, это хуже, чем какой-либо, чем звериный, да, ну и вот, значит, разрезали мне здесь, здесь надрезали, ой, это рассказывать даже не хочу, но сейчас заживает уже? Да, ну, пока не гнется ничего, вот у меня вот не больше, этот палец, я думаю, не будет, знаете, правда, я из больницы звоню в зоомагазин, говорю, Наташа, давай, корм мне собакам, корм, они, четыре мешка, каждому по мешку же надо, она говорит, ну, хорошо, так что, вот, давно не был, хотел поехать, завтра, но не получается, в фильме «Московский сага», он, он снимался, вот этот паразит, да, все удивляются, спрашивают меня, это ведь ваша собака, а я, еще до этого, я с ними на улицу выхожу, там, на даче, ну, по территории они бегают, но надоедает, а потом я их приучаю еще, они стараются не гадить на территории, а я с ними, если я там, я утром, днем и вечером, значит, с ними выхожу на дорогу, и вот как-то я вышел с ними утром, рано, двое бегут, пожилых людей, значит, бегут, я думаю, идите сюда, им свистну, идите сюда, пошли, и без поводков они гуляют все, Яшка тот не понимает, а эти понимают все три, и они со мной, значит, в стороночку отходят, я говорю, сидите, все сели, сидим, ждем, когда они пробегают, а я у калиточки у своей, они остановились, здравствуй, это вот он, вот, снимался у вас, я говорю, да, он, он, ой, какой, и побежали дальше, я говорю, Маклай, ты у меня перебиваешь, ты у меня перебиваешь популярность, и, между прочим, все спрашивают, почему, я говорю, это ваша собака, и все спрашивают, а как это он умирал там, вот, я говорю, вот я ему сказал, умри, они, они там, замедленную съемку дали, но он выполнил команду, лежать, я говорю, лежать, и он лег, как бы нормально, если снимать, ну, лег, да и лег, а поскольку, замедленная съемка, получилось, что он это, его поймали еще, когда он глаза закрыл, так же, на полное ощущение, что вы просили, я хочу спросить вас, вот, вы руководите прекрасным театром, который соблюдает традиции, но сейчас очень много других театров, которые как-то по-новому, совершенно ставят Островского, так сказать, происходит некий модерн, который все больше и больше заклюстывает, к сожалению, мне так кажется, наши театры, как вы ко всему этому относитесь? Нет, ну, я однозначно, я не скрываю, я везде в этом говорю, что если, не трогайте классику, не издевайтесь над ней, ну, что же вы своих родителей не пинаете, хотя некоторые пинают по пенке, но, я говорю, кормите как-то, помогаете, да, уважаете, отправляете, лечите их, да, это ваши родители, да, вы не говорите, нет, ты живи по-нашему, вот как теперь, вот, утром встал, ничего не пожрал, выпил 150 грамм, ну, это, я говорю, поэтому вы относитесь к Пушкину, к Гоголю, к Островскому, к Лермонтову, к Толстому, ну, сейчас, к Чехову, у нас потрясающая драматургия, у нас потрясающие писатели, литература, поэзия, поэтому, ну, почему же нужно обязательно Островского или Чехова, дело обязательно, это алкоголичка Катерина, да, никогда, Островский этого не писал, тогда не было этого, а раз человек не писал, значит, все построение, его мышление совершенно другое, если Чехов, будучи врачом, не писал, что Раневская наркоманка, он этого не писал, и если бы он захотел сделать ее наркоманкой, уж можете поверить, как врач, он бы придумал, будь здоров, да еще для своей этой самой подруги, он бы придумал ей потрясающую роль, но однако же он написал Раневскую такой вот, какая она есть, да, она заболела, после смерти сына, почему-то никто не хочет это понимать, да, и так далее, у нее нервное потрясение было, но, она живет со слугой, слуга живет там, с котом, ну, что это такое, но что же у всех за психоз, понимаете, вы знаете, я однажды сделал успех фильму за рубежом, в Японии опять-таки, был такой фильм «Мелодия белой ночи», это Сергей Соловьев снимал с Камаки Курихарой там, и тогда вот сценарий писался на нее и на меня, в общем, что тут скрывать, после Дерсу Узала, естественно, и вот, ну, там лежали мы с ней в кровати, ну, как раньше, вот Бюст снимается, ну, нормально, но не в этом же дело, и так все равно понятно, что между ними произошло, это нужно сыграть, и вот мы приехали, премьера была в Токио, на Гинзи, там, на Центральной улице, в двухместный кинотеатр, там, значит, шла Эммануэль, первая серия, первая часть, да, и наш фильм, и вот пресс-конференции, и журналисты, значит, задавая вопрос, значит, вот говорят, а вот вы смотрели Эммануэль? Да, ну, и они начинают, говорят, а почему у вас вот этого нет, знаете, как всегда, я сидел, сидел, ну, вроде как бы неудобно было, а потом, когда Ахинеев начинает, я завелся, я завелся, думаю, ну, я вам сейчас вставлю, значит, и говорю, вы знаете, вот я смотрю на вас, вроде все, нормальные люди, вы сидите, да, рассуждаете, а почему, да, потому что это не, искусство, это нельзя показывать, я говорю, эти фильмы надо показывать по рецепту врача, а кинопленку, эту самую, давать вместо лекарства в аптеках, понимаете, потому что каждый нормальный мужик или баба сделает в сто раз лучше то, что они увидят у вас, был гомерический хохот, продюсер мне подарил потом шикарный костюм, потому что он говорит, когда ты соскочил, я думал, все, провал фильма моего, вот он, значит, вот презентовал, и вот сколько лет я езжу, очень много приходят эти журналисты, да, лет 10, то с одним фильмом, то с театром, да, они всегда улыбаются, когда встретят меня и улыбаются, поэтому, если это не написано, это не нужно показывать, я всегда вспоминаю, был такой фильм, Рим, открытый город, помните, дети до 16 лет не допускались, это было в Чите, мне было лет 14, наверное, это где-то, наверное, 48-й год, вот так, 15, но, кинотеатр, пионер у нас, и вот меня отец по блату повел на вечерний сеанс, даже не то, что, духотища была, помню, зимой это смотрели, все в шубах, в шапках, духотища, как он меня провел, но у него знакомых было массово, смотреть этот Рим, открытый город, почему дети не допускались до 16 лет, оказывается, там, когда допрос шел Анна Маньяни, она вот так сидела в рубашке в нижней, а этот фашист ходил и облизывался около нее, ну, фигурально выражать, вот, собственно, и все, все остальное сыграли артисты, понимаете, но дети до 16 лет, тогда целомудренные были, сейчас, ну, зачем же это показывать-то все, ну, ведь, ну, каждый нормальный мужик и баба прекрасно это делают все, у нас, я уж не помню, где рассказали анекдот, приехали японцы, ходили им, показывали, вот там то-то, 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 наш гид спрашивает, скажите, а что вам понравилось вот больше всего в России? И они говорят, дети, да, а почему? Все, что вы делаете руками, плохо, поэтому, то, что делается руками одно, то, что делается другими какими-то частями, ну, это сокровенные, естественные вещи, это нужно играть уметь, вот почему, как бы, я, не только я, это, у нас уж такая традиция, мы придерживаемся точности автора, точности, мы редко очень, когда вымарываем, иногда, какие-то куски вымарываются, даже у Островского, которого мы, так сказать, почему? Есть повторы, ну, надо не забывать, что это было 200 лет назад написано, и поэтому, какие-то повторы, это как романы, они же читали пьесы, раньше вот собирались, театрально читали их, вот, а в основном, все есть как есть, я не понимаю, почему Шекспир, я удивляюсь артистам, которые соглашаются, да не за большие деньги, а так сказать, по мелочи, соглашаются там играть, какой-нибудь Шекспира, там в трусах, или там вообще без трусов, почему? Почему не в костюме того времени? Он может быть разный, как от видения художника, да, но посмотрите, мы восторгаемся американскими историческими фильмами, да, ой, костюмы, ой, как снято, да, там, может быть, костюмы и не такие были, но уважение вызывает у зрителя, уважение, да, к тому, что все-таки, как-то вас создают, пирамиды, ой, затрачено там 100 миллионов, там, ну, они еще этими деньгами, а у нас за 100 рублей, вот так вот можно снять, понимаете, но действительно наши художники прекрасны, я против того, чтобы называлась сценография, вот они сценограф это и довели, должен быть театральный художник, и все баксы, шмаксы, все они, Рындин, значит, все они писали декорации, и назывались художники театральные, их уважали, и действительно иногда смотришь, там эскизы костюмов обалденные, такие красивые, да, они, может быть, стилизованные как-то, ну, костюм есть костюм, но цвета какие, понимаете, теперь называют сценограф, и сценография там Пупкина, или сценография там Юрия Любимова, я уважаю Юрия Петровича, но он не художник, но он правильно пишет, он сценограф, это его идея, и он там как-то начеркал, а, ну, кто-то ему подправил, понимаете, но это сценография, а не художественная какое-то воплощение, из всех художников, я такого типа, я, пожалуй, Шенцес, вот мне, как-то, он понятен мне, у него такая смесь, очень оригинальная, понимаете, какого-то бытового, такого момента, и вот этой сценографии, а это где, когда там три веревки повесят, четыре палочки поставят, два стула, и это Бернамский лес, не, ну, ничего, это же ерунда, поэтому, я с детства привык, приходя в Малый театр, когда открывается занавес, и раздаются аплодисменты, вот для меня это, но это стиль, это традиция, у нас до сих пор открывается занавес, не всегда, но в большинстве раздаются аплодисменты, аплодисменты художнику, аплодисменты художникам-декораторам, которые создали, создают эту красоту, из, одно время поругивали нас, критики, а теперь привыкли, но зритель аплодирует, он приходит в театр и хочет получить театральность, да, а не три веревки какие-то и два стула, или какие-то немытые, им хочется дать по венику и отправиться на Дуновские бани, понимаете, ну, почему такие должны быть, или там, чацкие какой-нибудь, полуджинсе, а почему, ну, почему, и ведь у нас вот тишина, выходит чацкие в горе от ума, ползала ребятишек, хотя я запрещаю принимать коллективные заявки, у нас нету коллективных, ну, как-то они достают, там приходят, классами не ходят, ходят с папой, с мамой, с дедушкой, с бабушкой, пожалуйста, даже небольшой, там, в шесть, в семь лет, если его родители привели, пожалуйста, смотрите, а когда приходят там каблы по семнадцать лет, по шестнадцать, их не интересует театр, их интересует, правильно, совершенно другое, да еще пиво теперь модно, значит, без пива нельзя, как будто бы, ну, что, мне стыдно, потому что это примитивно, на Западе нету этого, это не западная культура, нет, они, видим, в фильмах, вот, когда пьют из горла, да, это где-то там, в Бронксе, в Шмонсе, там, где полунегры, когда дым все время, я говорю, чего у них все время дымит, вот они показывают там, да, какие-нибудь фильмы, народу никого, все дымит, дымит, ну, и там канализации старые, и так далее, и так далее, да, видел я своими глазами, там тоже живем, но, там это, да, а, в общем, в приличном обществе нет это, а у нас ведь идет одна, тут я как-то иду, вот, холод, шел в район, в район, это самое, площади революции, и идет одна, хорошо одет, дубленка на ней, шикарная дубленка, там, ну, вся девчоночка, вроде, так обратил внимание, даже на глазки, но в руке у нее, так, что-то отпито немножко, я уж не, не то пиво, не то вода, я не, вот так она идет, я не смог не сказать, и что, холодно, вот она идет, и все, колотун бьет, я говорю, это же когда жарко пьют, а когда холодно не пьют, на улице тем более, ну, она где-то это видела, какая-нибудь там, извините меня, шалава в кино, ну, так это шалава, но, если тебе каждый день толкают рекламу по телевидению, да, то это безобразие, теперь, вот, надо, значит, исключить, а что исключить-то, она все равно существует, я все равно смотрю, причем, самое интересное, что те люди, я уж не говорю, ладно, пусть телевидение зарабатывает, то если мы начнем давать все интервью на эту, по этому поводу, вы ни одной рекламы не запомните, номера телефона, потому что это так быстро, ни в одной рекламе не поймете, что это такое вообще, и как этим пользоваться, потому что, до этого играются какие-то сцены, вот пришел папа, вот он разделся, вот он вымыл ноги, потом это, потом, чай поставили, а вот вы чай пейте, чай, причем тут папа с ногами, понимаете, и они, придурки, тратят огромнейшие деньги на это, чем, вот чай, вот его надо заваривать, вот видите как, так делают на Западе, если уж мы берем, понимаете, там учат этому, или как это съесть, как это не съесть, иначе же они же потом попадают в глупое положение, те же бизнесмены, вот они думают, что они надели костюм, галстук, и все, даже если у него миллион, и он придет на прием, где не будет написано, сейчас у нас стали форма одежды вечерняя, да, и ясно, но там иногда не пишется, там просто подразумевается, что все знают, ну вот представьте себе, что не будет написано форма одежды, такая-то вечерняя, даже на дневной прием, если он придет без галстука, и вот в такой рубашке, ну в рабочей, если он придет, если вы придете на прием, у вас отворот поворот, там даже если заходишь, я сам свидетель, был свидетелем, мне было стыдно, и я быстренько вышел, потому что я тоже не знал, в Висбадене это было, мы пришли посмотреть, где играл Достоевский, проигрывал, да, все эти бабки, пришли туда, и нас не пустили, это было когда-то часов в 5 или в 6 вечера, почему? У нас не было галстуков, но там тебе на вешалке могут предложить бабочку и галстук, но если ты в рубашке, тебя не пустят, ну может быть пиджак, там у них есть в общем, так сказать, вы понимаете, мне так стыдно было, поэтому существует, а здесь их учат совершенно другому, вот у нас смотрится телевидение, «да ладно, мы что, мы его пы», и его отворот-поворот, и даже если он имеет большие деньги, с ним не будут иметь контакта люди, не будут иметь контакт, поэтому, вот наоборот, этому как бы учить, мне кажется, что здесь есть у телевидения большие очень возможности, большие, сохраняя рекламу, сохраняя какие-то деньги, но не разыгрывать, понимаете, эти самые скетчи, не разыгрывать сцены по поводу, значит, покупать презерватив, или не покупать, или этот брать, а этот вот лучше, ну что в конце концов, ну покажите его, и так ежу ясно, а которому ежу не ясно, ему значит еще не ясно, ему не надо еще, понимаете, не, ну правда, но там детей, а вот, понимаете, со школьной скамьи, это тоже в каком-то году, в 80-х где-то, был я с Дерсуа Зала, в Швеции, первый раз был там, в Швеции, на неделе советского фильма, и вот, тогда ведь, вот в Швеции можно все, и все эти журналы, порно, шморно, они на улице, в киосках торчат, и вот я тогда даже, помню, говорю, вот как у вас, я говорю, как все, а у нас вот, шведы говорили мне, это ведь ужасно, они уже к 20 годам, испробовав все, заканчиваются как мужчины, это я вам не серьезно говорю, к 25 годам точно уже, они переходят на наркотики, почему и переходят на наркотики, почему Голландия там разрешена, да, потому что нужны допинги, 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 все не могут, потому что они с 12 лет этим занимаются, с 14, понимаете, причем активно, ну там же 14 лет, представляете, какой актив, как в том анекдоте, папа, я сегодня, он говорит, да, а я один, есть такой анекдот, поэтому, это все ведь, и недаром там был разрешен, въезд, и давали вид на жительство, мужчинам из других стран, туда очень много, почему в Швеции, Голландии, очень много из Африки приехали, потому что они и так все знали, им не надо было смотреть, всякие журналы, фильмы, это они все, а, да, еще там же в Швеции, там же в Швеции, мы были там, с, кем же мы там были, с Шукшиной, кстати, Федосеевой, Шукшиной, она с Калиной Красной ездила, и нас решили повезти какому-то знаменитому режиссеру, который первый основал вот эти фестивали, порно-всякие секс-фестивали, там какие-то, я не знаю, как называется, как называется, он молодец, вот молодец, значит, ничем не пользуется, да я не знаю, я так, без фестивалей, молодец, ну, в общем, короче говоря, мы говорим, ну, давай, интересно же, как это все, посмотреть, и мы поехали, он снимал какой-то телевизионный фильм, мы поехали на студию, нас повезли, но мы приехали, был перерыв, потому что какой-то фильм мы видели, ну, там черти что, там, приехали, подождите, сейчас, говорит, перерыв, он сейчас, он тоже хочет точно с вами встретиться, и сейчас, он, говорит, он сейчас пообедает, или поест там, поперекусит, так в углу, далеко-далеко, где-то под окно большое было, светило солнышко, сидел какой-то человек, который привлек мое внимание, рыжего цвета, типа, как у этого, репетиции оркестра, там, дирижер рыжий, вот такой, он во многих фильмах у Феллини снимался, у этого самого, у шведа-то, у Бергмана, да, вот примерно такой вот человек, худой-худой, вот такой, стояло два таких термоса китайских, знаете, вот тогда не было этого, я обратил внимание на термос сначала, а потом уже на него, и вот ему из пиалы там, ассистентка что-то наливал, нам говорит, вот это он, вот я помню, я тогда сказал, Федор Серега, ой, я говорю, теперь мне ясно, почему он снимает эти фильмы, он не может ничего, и это идет воспаленное воображение больного человека, либо наоборот, он еще не воображение, а он еще кобелится там, накалываясь там еще, вот эти варианты они создают, но, да и у нас тоже ведь такое попадается, я не могу понять артистов, которые это, неужели это им интересно, это же не интересно, теперь я не знаю, как сыграть любовь Ромео и Джилет, черт, я не знаю, как теперь играть-то, каким местом, я не знаю, играется любовь, черт, не знаю. Я с вами абсолютно согласен, должен сказать, что в свое время, да и сейчас, мы каналу Культура даем каждый год два спектакля, отснять, но раньше снимались ведь спектакли и на студии, и мы отдавали на несколько дней на телевидении, привозили декорации, и здесь, ибо за один вечер невозможно снять спектакль целиком, это нужно, чтобы операторы посмотрели, как, что, прикинули, и только тогда пристроили, чтобы они были такими же создателями, как артисты, которые играют, как режиссер, тогда они понимают смысл. Сейчас, вы посмотрите, я ни одного, в общем, к сожалению, такого серьезного спектакля, за исключением вот последних спектаклей, вот фестиваль Альфоменко был. Вот, это прекрасно, снятые, и действительно, нормальные и нужные. Если вы знали, сколько мы получаем писем, когда тоже говорят, ну, скажите там, на телевидении, вот, кстати, я пользуюсь возможностью, и там, на телевидении, говорю, что очень много писем, когда зрители пишут, что почему не показывают спектакли, особенно, из Сибири, с Дальнего Востока, мы, говорит, там не все программы принимаются еще, и мы, говорит, многие никогда не были в Москве, и никогда не сможем попасть, они думают, что попасть невозможно, они на спектакли, там, мы хотим посмотреть такие это спектакли, а кого-то артисты, и так, не понимаю, почему этого нельзя сделать, не понимаю, почему нужно снимать многосерийные фильмы, из, центров реабилитации больных, наркоманов, не понимаю, чтобы не кололи, что ли, не верю, не верю, они посмотрят, и наоборот, они научатся, как надо подогревать, где надо, куда колоть, и так далее, это, этим не научишь, только жесткими ремнем по одному месту, вот это научат, чтобы больно было человеку, что раньше и делалось в домах, в приличных, значит, или, допустим, вот тут недавно, я что не включу, то, значит, фильм, вот, человек и закон, лучшее время, большой метраж, и показывает из тюрьмы, и вот там одна героиня, она третий раз сидит, то она сидела за кражу, то сидела за пьян, а теперь за убийство, за драку, в которой она убила мужика, у нее накрашены губы, так сказать, и вот она говорит, как ей хочется опять, там она кого-то еще не доубила, и вот ей хочется, значит, я не понимаю, что за страсть нам показывать, как это, эксперимент, вот здесь, но я ему по балде дал топором, а потом что, потом отрезал, значит, голову, закопал ее там, а ноги и руки, значит, и вот на полном серьезе, все работают, все смотрят, самое главное, что показывают, и время от 8 до 11 часов, вот в это время показывают, когда дети смотрят, а детям нужно смотреть мультяшки, детям нужно смотреть художественные фильмы про детей, как и раньше были у нас прекрасные детские фильмы, и сейчас, если уж мы смотрим на Запад, так почему же мы не видим на Западе прекрасные детские фильмы, а сколько фильмов о животных, сколько фильмов о животных, сколько про собак-то одних фильмов, понимаете, вот совсем недавно смотрел фильмы, очень смешной, мне внучка сказала, о, это очень известный фильм, американский фильм, понимаете, как там актер хороший, во-первых, собака прекрасная играет, ну что же, у нас все закончилось, белый бим, черное ухо, и все, и с Юрием Никулиным, как его этот самый, фильм, Ко мне Мухтар, да, Ко мне Мухтар, понимаете, поэтому, ну, как-то, детям же нужно что-то детское, все, что они в жизни испытают потом, все, что им сейчас видеть не нужно, не нужно, детские фильмы, сказки, у нас хорошая литература, у нас хорошие мультипликационные фильмы были, прекрасные, понимаете, наши фильмы, наши мастерна на расхват на запад идут, а сами мы почему-то, ну, вот сейчас сняли один фильм, о-о-о, прям трубят, ну и слава богу, сняли, только не надо делать очень много рекламы, на которые уходят деньги, лучше снять еще один фильм, а все хорошее зритель найдет сам, точно так. Можно как-то повлиять на это, вот зритель, в частности, так сказать, все мы, что-то мы можем сделать, чтобы как-то это изменить, или это, на ваш взгляд, невозможно? Влияю, миллионы зрителей согласны со мной, то, что я говорю, для каждого возраста нужна определенная литература, литература у нас прекрасная, и западная, и русская литература, прекрасные фильмы раньше снимали на Одесской студии, телевизионные фильмы детские, но и студия Горького я уже не говорю, и мне кажется, было бы неплохо, если бы на каком-то канале, какой-то канал бы заинтересовался, и снимал бы только детские фильмы, но не про любовь шестилетних, потому что там, какой-то я видел фильм, мальчик и девочка смотрят друг на друга, прямо с таким сексом, что просто я выключил. Выключил, потому что это неправда, это вранье. Животные в это время могут смотреть так, а дети не могут, поэтому для них нужно снимать совершенно другие вещи. В заключении, не могли бы вы что-нибудь, не что-нибудь, а рассказать о, так сказать, ваших последних работах, о чем работает сейчас театр, ваше, так сказать, будущее, ближайшее, несколько слов об этом. Театр у нас, как всегда, работает над классикой, это большое счастье. На сегодняшний день мы только что выпустили премьеру Островского, «Последняя жертва». Мы, к сожалению, выпустили третьим театром. Это сначала МХАТ, потом Ленком выпустили, и мы третий. Хотя запустили мы первые, должны были выпустить первые, но у нас просто заболел актер, и вынуждены были передвинуть. Но очень большой интерес к этому спектаклю, потому что мы поставили его, наверное, по-островскому, по тому времени, ничего не изменяя, никому не подмигивая, никого не раздевая, ну и так далее, и так далее. Классика есть классика, ее нужно уважать. Уважать. Понимаете, если пельмени, это наша русская классическая еда, и если начинку сделать не из трех сортов мяса, чтобы был настоящий пельмень, сочный, а навалить туда еще чего-нибудь, ерунды какой-нибудь, понимаете, то вы есть это не будете. Почему же многие думают, что вот взяв, я имею в виду образности, пельмень островского, и навалить туда чего-то совершенно другого, зритель будет кушать? Нет, зритель тоже выбирает. Значит, вот Островский. Островский у нас идет каждый год, новая пьеса какая-то. Затем мы запустили, сейчас Сергей Женовач делает у нас Мольера, «Мнимый больной». Это следующая премьера на этой сцене. В филиале у нас госпожа Министерша Нушича с Эриной Муравьевой. Это прекрасная актриса. Вот я не могу не сказать, что это удивительный человек. Без интриг, без, ну, такой чистой воды, вот актриса, когда знает, что нужно делать. Она никому не завидует. Вообще, это прекрасное качество, и это качество обязательно проявляется в ее работах. Какую бы дурочку она ни играла, все равно зритель думает, ой, какая же она хорошая дурочка-то, и болеет за нее. В этом, наверное, хорошее качество. И еще Сухого Кобылина, «Смерть Тарелкина» ставит молодой режиссер у нас. Очевидно, я где-то к весне запущусь с ревизором. Через год, в августе месяце, в 2006 году, Малый театр, так же, как и Александринка, будут отмечать 250-летие основания труппы. Вернее, так, я бы сказал, если точнее. В 1756 году вышел указ императрицы Елизаветы Петровны о создании русского императорского государственного театра. Вот таких государственных театров, по-моему, нигде нет и по сегодняшний день. Тогда, 250 лет назад, это было организовано. И вот к этой дате, наверное, еще мы выпустим несколько спектаклей, ну, соответственно, будем играть классику. И западную, и русскую. Пока на первое время вот у нас три названия. Если вы что-то хотите от себя еще сказать, пожалуйста, если нет, то тогда мы. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот в этом зеркале он не может ничего интересного найти там. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...